Желтый. У меня торт, но я что-то для себя открыл, да? Да, голубой и синий. Это радужный торт, представляю себе. И это прототип нашего мозга. То есть, вот это правое полушарие, его создает Х-хромосома, а вот это левое полушарие, его создает И-хромосома. Вот без этого, это тот же самый Х, только вот без этой палочки. И у человека так и есть. То есть, вот в утробе материнской, И-хромосома создает левое полушарие, И-хромосома правое полушарие создает. И смотри, у мужчин не хватает то, что вот здесь вот есть. А к чему это относится, как ты думаешь? Это относится к утробе, к праве, к миру праве. К миру праве, да? Смотри, мужчина обладатель конца. И выдает конечный результат в виде семени. А женщина это начало, которое дает начало жизни. Ну да. Это совершенно два разных существа. Если женщина это точка соединения трех миров, нафь, правь, яфь, перед нее, да? То мужчина совсем другой. У него нету утробы, следовательно, в нем нету мира прави. Вот эта вот штучка, она как раз утроба материнская отсутствует в мужском теле. Это почему Игорь Х, хромосома мужская. Поэтому мужчина менее достаточен. Только меньше. Не в этом дело. Только у него может даже больше быть. Не в этом дело. У него просто утробы нет. А что такое мир прави? Правило жизни создает мать. Вот она родила своего любимое чадо. И она ему дает правила существования в этом мире. Мужчина не может создать правила. У него нет интуиции в этой области. Он знает все, что связано с конечностью. С конечностью, но не бесконечности. Именно мужчине очень хорошо понятно все, что связано с концом. А женщине понятно то, что связано с началом. А вот то, что связано с вечностью, это мы должны познать в результате взаимодействия. Вечность и бесконечность вообще говорят недоступные понятия. Смотри, бесконечность. Наши разумения никогда не поймет их. Смотри, нет, я тебе все объясню. Это очень легко понять. Вот это как раз легко понять. Слова помогают разобраться. Слова можно поверить, можно понять, осознать. Смотри, без конца, то есть, кто у нас без конца? Женщина. У женщин нет конца. Бесконечность – это женская природа. А с концом – это уже мужская природа. Вот язычник до чего дошли. Все слова объяснили. А есть слово «вечность». Вот вечность – это вот, если мужчина будет один, он никогда не поймет, что такое вечность. И женщина, если будет одна, никогда не поймет, что такое вечность. Понятие вечности, оно познается и осознается только при взаимодействии мужчины и женщины. Понимаешь? Поэтому человеку нельзя быть одному. Понимаешь? Ты познаешь свою противоположность. Ты приблизил ее. Вот сейчас я тебе покажу, как это происходит. Да. Вот смотри. Вот смотри. Очень интересно. Смотри, что у нас нисходит энергия. Какая энергия? Солнце. Она нисходит. Женщина является проводником солнечной энергии. Солнце. Смотри, есть два вида огня. Вот огонь. Костер сложили там костер, да, вот костер сложили, и вот он восходящий огонь. Да, вот как бы огонь восходящий. Есть огонь нисходящий. Вот это термоядерная реакция. И знак термоядерной реакции я потом нарисую. Другой знак. Нет, другой. Смотри. Солнце – это что? Термоядерная реакция по созданию вещества. Солнце не может увеличить свой объем. Не может объем увеличить. Есть закон сохранения. Но что происходит, когда создается вещество в резервуаре? Солнце может или взорваться, или выбросить протуберанец, лишнее сбросить. Правильно? Что Солнце и делает. Поэтому что Солнце? Оно рождает другую планету. И все планеты Солнечной системы рождены Солнцем. Это был выброс лишнего вещества. То есть, если ты знаешь про процесс, есть такое понятие критической массы. То есть, когда Солнце, оно очень напряженное, да, чтобы сдерживать объем, оно сдерживает вот эту массу. А потом все-таки ее выбрасывает протуберанец. Продолжение следует...